Здравствуйте. Добро пожаловать на канал About Animals. Он ждал 25 лет. Одинокий и всеми забытый. Теплилась ли в нем надежда на освобождение, никто не может сказать. Но через четверть века пришел его спаситель. Основатель фонда друзей дикой природы Таиланда Уфт, Эдвин Вик однажды получил электронное письмо от обеспокоенного жителя Бангкока. В письме упоминалась обезьяна, живущая в темной дыре между двумя зданиями в трущобах. Информации было очень мало, но волонтеры Уфт все равно отправились на поиски обезьяны, которую позже назвали Джо. Автор письма повел за защитников по узким многолюдным улочкам, и они обнаружили Джо, выглядывающего из тесной клетки. Эдвин тогда поделился, что страдание обезьяны было таким, с каким он за 17 лет работы сталкивался не более 10 раз. Зоозащитники такого не ожидали, представить не могли, что кто-то может так обращаться с животным. Клетка была несоразмерно мала, завалена мусором, ее не чистили, там поселились крысы, солнечный свет в эту тюрьму почти не попадал. Дальше было самое поразительное, команда выяснила, как долго осамский макак жил в этом кошмаре, 25 лет. Когда обезьяну вытащили из клетки, все увидели, что мышечная ткань животного невероятно истощилась. Обезьяна была обезвожена, почти все ее зубы выпали. Зоозащитникам удалось разыскать владельца макака и выяснить. Он даже обрадовался представителям Уфт. Он рассказал, что когда-то хотел отдать животное в зоопарк Бангкока, но нужно было платить за его содержание 100 долларов в месяц. Видимо, это была слишком большая плата для мужчины. В этом материале мы рассказывали о том, как обезьяны спасли туриста. В приюте Уфт Джо начал медленно передвигаться по своей клетке. Ему предстояло трудное восстановление, включая обучение ходьбе и лазанью. Но там у него был постоянный запас любви, еды, воды, солнечного света и свободы, что подбадривало макака. Там он также получил возможность видеться с другими обезьянами. Он успел выйти из ада. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного, а также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.